Внедрение новой модели медицинской организации в медико-санитарной части города. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна Росэнергоатом. В работе на сегодня утра 33 энергоблока, в ремонте 5 энергоблоков. Фактическая мощность на 6 утра 27 026 мегаватт, что составляет 102,26% к плану заданию ФАС. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе все три энергоблока, нагрузка суммарная 3140 мегаватт. За 25 дней октября энергоблоками Смоленской АЭС было выработано 1,8 млрд кВт-часов. Сверхплана 56 млн. С начала года выработка составила 17,8 млрд кВт-часов, что превышает плановое задание на 284 млн. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Состояние пожарной безопасности Смоленской АЭС соответствует требованиям национального законодательства. Такой вывод сделала комиссия Главного управления МЧС России по Смоленской области по итогам плановой комплексной проверки, которая проходила на предприятии с 11 по 22 октября. В ходе инспекции обследованы все подразделения атомной станции, здания сооружения на промплощадке, а также социальные объекты, расположенные в городе и за пределами. Эксперты оценивали эффективность системы управления пожарной безопасностью, соблюдение требований противопожарного режима, состояние систем и средств противопожарной защиты помещений, содержание путей эвакуации, организацию пожароопасных работ, складирование веществ и материалов, обучение персонала в области пожарной безопасности, готовной специальной пожарно-спасательной техники и другие. В объем проверки ходили все объекты атомной станции, поэтому и комиссия состояла практически из 16 человек. Это и сотрудники управления надзорной деятельностью, и два человека – это эксперты исследовательской пожарной лаборатории нашей Смоленской области, которые также вместе с нами были на объектах, проводили испытания и автоматической пожарной сигнализации, и внутреннего противопожарного водопровода. И комиссия справилась с своей задачей, и, конечно же, атомная станция, потому что объект серьезный, безопасности относятся на очень высоком уровне, поэтому проверка завершилась с положительными результатами. Пожарная безопасность – одно из важнейших направлений наряду с ядерной, радиационной, промышленной и экологической безопасностью. На атомной станции разработан и внедрен целый комплекс организационно-технических мероприятий противопожарной направленности и защите. Организована работа с персоналом по неукоснительному соблюдению требований пожарной безопасности. Осуществляется внутренний и внешне независимый контроль состояния пожарной безопасности. Все основные подразделения у нас, все, начиная от реакции, у нас ехать на дотанчивые мелкими структурными отделами, были подвергнуты проверке, но подразделения подвергнуты проверке той части, выполняемых работ в области обеспечения пожарной безопасности, которая определяется их функциональным назначением этих подразделений. На Смоленской АЭС, как и на всех предприятиях Росатома, сохранение жизни и здоровья работников – важнейший приоритет в производственной деятельности. На этом в очередной раз было акцентировано внимание на совещании по подведению итогов дня охраны труда, прошедшего по теме «Нарядно-допускная система производства работ», «Электробезопасность», «Выполнение мероприятий по предупреждению распространения и защиты от коронавирусной инфекции». Во всех подразделениях станции были проведены проверки в рамках административно-общественного контроля. В медико-санитарной части города началось внедрение новой модели медицинской организации, призванной повысить качество и доступность медицинских услуг с помощью бережливых технологий. Пилотный проект реализуется госкорпорацией «Росатом» совместно с ФМБА России. Повышение доступности и качества медицинской помощи в городах присутствия «Росатома» сегодня одно из приоритетных социальных направлений деятельности госкорпорации. Для перезагрузки системы здравоохранения в атомных городах открыт пилотный проект по созданию и тиражированию новой модели медицинской организации. В него включены медсанчасти пяти городов присутствия «Росатома» – Сарова, Дмитровграда, Новоуральска, Снежинска и Десногорска. Все они находятся в фокусе внимания генерального директора госкорпорации Алексея Лихачёва и руководителя федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой. Для координации работ по внедрению новой модели поликлиник создан проектный офис ФМБА и «Росатома». Критерии первого уровня в основном – это создание комфортной среды, навигация в поликлинике, информированность населения и пациентов, это создание зон комфортного ожидания приема, это отсутствие пересечения потоков, обеспечение удаленной записи на прием. В каждом из пунктов мы упираемся в то, что нехватка кадров. Эти вопросы мы будем вносить на уровень фуф-эши, естественно, потому что надо создавать систему привлечения специалистов. В команду по модернизации Десногорской медсанчасти вошли руководители и специалисты МСЧС-135. Методологическую помощь им оказывают эксперты по ПСР из «Росатома» и «Смоленской АЭС» – отдела социального развития. Они уже приступили к разработке паспортов проектов по методике ПСР, чтобы более точно сформулировать те требования, которым должна соответствовать поликлиника Атомграда. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе «Смоленской АЭС» в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok